здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица сегодняшним видео мы с вами поговорим про чебрец тимьян чебрец богородская трава как только не называет этот чудесный ползучий полу кустарник многолетние растения растет он повсеместно в горах в степях в лесах по всей россии зимует безусловно прекрасно дорогие мои друзья тимьян это чебрец это семейство из нотковых медонос прекрасный вот такие стебелечки сантиметров 30 зацветают они приблизительно в июле и цветут по сентябрь еще месяц собирают и цветы и сами веточки ножницами срезают ни в коем случае не нужно рвать его с корнями потому что популяция его исчезнет если вырывать это все ска с корнями собирают в период цветения на самом деле он конечно бывает очень разный бывают вот такие круглые цветочки и листочки бывают такие длинные цветы тоже от розового до светло-сиреневого и вкусы тоже разные есть такой лимонный оттенок а есть гвоздичный тимьян содержит очень много эфирных масел витамины дубильные вещества минеральные соли смолы полезные в общем очень благотворно влияющие на весь организм человека но есть некие противопоказания например нельзя принимать чебрец при диабете с нарушением щитовидной железы тоже его принимать нельзя я не врач почему не знаю но вот такая общедоступная информация конечно же она есть и все это нужно внимательно почитать а так на организм человека он действует просто великолепно он во первых очень сильные имеет бактерицидные свойства он пагубно очень влияет на все грибков и на вот такое все патогенное тимьян чебрец является прекрасным отхаркивающим средством поэтому он содержится в составе пиктусина даже также тимьян очень красиво смотрится в клумбах это ползучий такой красивый цветок очень долго цветет непрерывно поэтому альпийские горки какие-то подножия каких-то цветников конечно же смотреться он будет очень красиво вот именно на передовой такие знаете как низкорослые растения но на одном месте он растет наверное все таки не более так трех лет как мне показывает практика да он остается но он стареет появляются проплешины что-то где-то выпривает что-то где-то вымерзает поэтому обновлять его периодически можно можно просто делением куста можно потея в семена семена сеют не глубоко заделывая в почву с весны и до осени ну лучше конечно значит посеять не позднее июля чтобы растение взошло укоренилась и перезимовала хорошо а если это видео вам понравилось если оно было для вас полезно то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и смотрите мои следующие видео про сад про огород про зимнюю теплицу про рассаду про природное земледелие да и про жизнь за городом вообще берегите себя всем любви и счастья пока пока